Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях Ну короче, умник Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить Ну а что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой Девушки отдыхают 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 Субтитры делал DimaTorzok Это написали на стене его кровью. Ты убил человека. Андроид не должен подвергать людей опасности ни при каких обстоятельствах. Что ты можешь сказать в своё оправдание? Ты явно не понимаешь своего положения. Ты убил человека. Если будешь молчать, тебя точно разберут. Я хочу тебе помочь. Ты должен мне верить. Я просто хочу тебе помочь. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор. Им надо понять, в чём дело. Зачем ты сказал, что нашёл меня? Мог ведь просто оставить меня там. Моё назначение — ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я не могу. 28 ударов ножом! Ты действовал наверняка, да? Это была ненависть? Гнев? Он был в крови. Умолял о пощаде. Но ты снова и снова наносил ему удары. Не надо. Ладно. Ладно. С тобой всё будет хорошо. Он учил меня каждый день. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил ещё. И ещё. Пока он не упал. Было так много крови? Эра девять. Надпись на стене ванны. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил. Я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев. ненависть. И тогда понял, что надо делать. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стал отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Уводи его. Все, идем. Не трогайте. Отстаньте. Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? И еще жестянка мне будет приказывать. Вы не понимаете. Если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся. Я же тебе сказал. Заткни вас. Крис, ты его уведешь, Олеган. Пытаюсь. Я вам не позволю. Оставьте его в покое. Я предупреждал ведь, баскуда. Все, хватит. Ты бы лучше отвалил, Хэнк. Я сказал, все, хватит. Тебе это срок не зайдет. Черт. Все будет хорошо. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас, не трогайте. Он сам пойдет за вами и будет вас слушаться. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. Слушайте, нам некуда идти. Девочка устала на улице ливень. Можно нам тут пока остаться? Автобус пойдет назад в парк. Я не могу помочь. Я не могу помочь. Мы найдем, где переночевать. Мы найдем, где переночевать. Что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Сти, Алиса. Но нам придется. Алиса. 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 Исса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Все в порядке? Ничего, царапина. Осторожней. Не бойся, мы просто посмотрим. Алиса? 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 Стой, что ты делаешь? Чужие. Райк чужих не любит. Совсем. Чужие обижают. Смотри, я андроид. Тебе нечего бояться. Мы просто ищем себе ночлег. Чужие опасные. Вот. Вот что они сделали. Тебе нечего бояться. Мы ничего тебе не сделаем, честное слово. Простите, Ральфа. Ральф иногда собой не управляет. Страх заставляет его делать нехорошее. Ральфу тяжело пришлось. Он так боится, что люди его найдут. Вы оставайтесь. Ральф не обидит. Хорошо. Мы переночуем. Идем. Ну, давайте. Сюда. Раль побежал и хоть поселился. Он никогда не выходит, никто не знает, что он здесь. Люди сюда иногда приходят, живут даже. Но Раль всегда от них прячется. Входите. Можете быть как дома. Раль в другую комнату пойдет. Он бы с вами остался. Но у него дела. Просто до утра переждем. А завтра найдем что-нибудь. Так. Посиди, я разведу огонь. Можешь ложиться. Не очень удобно. Ну, так ты хотя бы согреешься. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Ты ведь. Я буду работать. Ты mega! Начинаю. Ты мне? Мне не хочется. Ты мне? Ты не хочешь? Какая? Да нет. Надо поспать. Спокойной ночи. Продолжение следует. 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 Ой, я ими, Маркос. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!